здравствуйте уважаемые винаристы все 23 человека я думаю что тоже количество может быть изменится значит мы с вами немножко сейчас поговорим на тему откуда берутся красивые и очень красивые фотографии но вы знаете вам честно скажу что название достаточно философское да надо понимать потому что первый вопрос но если уж мы говорим про красивое вообще нечто про любое первый вопрос конечно который здесь возникает вообще что считать красивым да потому что понятно что там у веселых панков или у там не знаю каких сатанистов прости господи да у них у всех разные свои представления что такое красиво и мы поэтому это я просто к тому что бы вы понимали что в силу разных причин не то что в ближайшие полчаса я вам выдам там пять рецептов счастья до которые вот хопа сделали все и уже прекрасные фотографии мы немножко порассуждаем об этом поговорим мы потом если честно не надо забывать что это все таки бесплатный что это рекламный вебинар и что главная моя задача заключается сказать в конце об этом вы узнаете там ну я не буду так делать но в общем мы должны с вами понимать что в общем известны законный жанр и так вот она наша тема откуда берутся красивые и очень красивые фотографии я считаю что две разные вещи я сейчас попробую вас убедить в этом даже с точки зрения семантики самих названий этих слов да ну два слова обо мне собственно вот там написано что я д.в. красновский это правда так и есть я здесь в специалисте преподаю разные разные дисциплины связанные с фотографии с видео и сам собственно эти курсы сочиняю в больших количествах я не стал перечислять лауреат чего и победитель чего потому что это в общем не важно и главное что долго лень вспоминать ну чего-то я там лауреат и чего-то там действительно победитель гораздо важнее что в общем то о чем я рассказываю является ну моей профессиональной деятельностью и моими человеческими скажем так интересами это все мне близко значит соответственно уже традиционно мне эта вещь понравилась я все время ее придумал ее всячески поддерживаю значит если у кого-то есть какие-то работы которые прямо вот здесь непосредственно в процессе нашей беседы вам захочется показать для разбора вдруг у вас есть какие-то невероятно красивые фотографии или знаете как это часто бывает ты знаешь что они красивые а почему ты окружающим так не кажется а больше наоборот да и вот собственно чтобы разобраться что чем есть на самом деле я вам могу предложить следующее смотрите значит вы можете прямо вот этот мейлик мы записать прямо на него прислать фоточки да значит давайте условимся что работ будет не больше трех потому что ну понятно что ну чтобы была возможность у всех пообщаться значит в заголовке письма нужно указать разбор чтобы было понятно что к чему это письмо да и в отдельного такой вот у меня еще пожелание не пожелание а так сказать ну рекомендации потому что я обычно считаю правильным все таки ну не то чтобы уж прям совсем то уж объяснять как это все плохо и ужасно да ну как то так сбалансированно себя вести но просто некоторые любят реально пожестче некоторые любят так вот посерьезнее единственная большая просьба если вы будете присылать и присутствующие или уважаемые вебинаристы работы пожалуйста сообщите мне да вот сообщение что мол чтобы я сходил на почту чтобы я посмотрел там вашу работу специально тянуть до конца занятия не нужно чем раньше пришлете тем лучше мне это важно чтобы я понимал сколько времени в конце оставить для этого самого разбора приблизительно вот поэтому если будете присылать прям сразу сообщать играть я пришлю да и собственно дальше вот вперед да вот этот емейлик и присылайте и так значит давайте теперь рассуждать о том что такое красиво как я сказал самый главный ключевой тезис да как только мы говорим о красивой фотографии это критерии связанные с понятием вообще красивости что это такое я уверен что каждый знает эту ситуацию когда побегает знакомый друг говорится посмотри какая красивая фотография смотришь ну извините фигня фигней да или постоянно такое случается почему то же разные критерии да понятно что влюбленный мальчик который фотографирует свою девочку и мы каждая фотография будет казаться несказанной красоты ну понятно по понятным причинам и наоборот тоже да и понятно что съездив на полу на будучи на полным каким-то впечатлениями да мы не совсем вполне адекватно до воспринимаем вот то место где мы были вспомните у каждого есть такой друг который приехал из какого-то там места да и году смотри сейчас я такое покажу такое покажу показывает ну ничего ну берег ну пляж ну пальмы торчат ты не представляешь это вообще вот так вот дай вот это глаза видно что ему нравится видно что он считает это безумно красиво но этого не видно на фотографии это я просто к тому в общем что красиво понятие очень относительно очень такое расплывчатое условно и поэтому прежде всего да нужно определиться с тем что это такое я чтобы не быть голословным и чтобы не быть так сказать таким ну как сказать квинтэссенции всей мудрости вселенской я решил поступить по простому я пошел в интернет и во всякие энциклопедии словарей и решил разобраться что с точки зрения энциклопедии является словом красиво и нашел совершенно замечательные да вот такие вот правильные слова да о том что доставляющие наслаждение это словарь его ожога да такое классе классическое понимание да что значит ну красивый да вот этот тот который приятный да гармоничный но мне это в общем показалось мало поэтому я решил у этого самого ожога еще поинтересоваться у других специалистов да кто еще чем считает и нашел вот несколько это уже у других философов это у канта у там разных в общем авторов я нашел вот это очень правильное мне кажется и верное определение что такое красивое да это собственно полный наполненный внутренним содержанием да и вот я на этом буду настаивать вот собственно к этому буду вести один из я сегодня об этом предупреждал что я буду рассказывать о том что красить что красиво это обязательно связанный с внутренним содержанием до связанной с чем-то наполненным внутри да и вот еще определение да это уже такие знаете из философского словаря то есть если в начале это было просто определение что такое красиво это то что действительно гармонично знаете я когда в юности пытался с этим разобраться было очень смешно там тоже я примерно делал то же самое там ищешь на слово значит красивый думаю что такое красивое нам по там в институте по философии задавали смотришь красивые это преисполненной гармонии да значит думаешь вот так сейчас посмотрим что такое гармония гармония это принципиально главная черта красивого все понимаешь вот так и хоть так поэтому я абсолютно это мне останавливался вот копался и вот собственно вот эти слова про правильность cresira пропорциональность энергет macro целесообразность и так далееcartliga определенные социальные сочетания это вот то что я хотел из этого выяснить то есть давайте мы сами констатируем от на самом деле же для нас я бояться вас что есть определенные критерии по которым мы можем эту красивость определить да то есть красиво это но понятно что так смотришь если за прям катятся, и ты думаешь, боже мой, какая красота. Этого мало. Мы должны с вами признать одно важное обстоятельство, что красота постижима с помощью четких совершенно вот этих вот критериев. То есть гармония, композиция. Сегодня мы закончили с директором практику по композиции, он стал ближе на один шаг к гармоническому пониманию мира. Это все вещи, которые являются критериями вот этой самой красоты. И вот еще одна очень важная вещь, на которую мы всегда как художники можем ссылаться. И это та вещь, из-за которой мы всегда можем дискутировать и спорить, да, и утешаться тем, что когда нам говорят, ну, ты не видишь, что это красиво, мы всегда можем говорить, что я не вижу, потому что это не соответствует моему внутреннему ощущению. И это же является утешением, ну, так сказать, такой универсальной отмазкой на тот случай, если вы что-то видите, а окружающим это таковым не кажется, да. То есть красота – это абсолютно субъективное внутреннее ощущение. И вот это вот, собственно, да, есть еще одно слово, которое называется «прекрасное». Вот обратите внимание, мне тоже понравилась очень вещь, пока я в этом копался, да, что есть красивое, а есть прекрасное. И действительно есть такой логический парадокс, то есть такой эмоциональный, да, социальный, культурный парадокс, заключенный в том, что нечто может быть некрасивым, но прекрасным. Например, Квазимода, если вы помните, кто это такой, да, это из собора Парижской Богоматери, он прекрасный человек, но он некрасивый человек, да, то есть красота – это больше внешнее, да, такое формальное, а прекрасное – это более такое глобальное, да. И вот, собственно, когда я написал, что красивые и очень красивые фотографии, я на самом деле имел в виду именно это, что фотография может быть просто красивая, да, вот ты ее вешаешь на стенку, и люди смотрят, думают, блин, красиво, да, ну вот там, я не знаю, вот там какие-нибудь, что-нибудь такое красивое. Но когда люди говорят, что это прекрасная фотография, они имеют в виду, что она наполнена еще и смыслом, да, то есть у нее есть некая глубина, и есть то, что радует не только глаз, да, но радует еще и вот наше внутреннее состояние. Давайте мы сейчас пока просто это отметим. Значит, соответственно, из того, что я сейчас сказал, да, для нас как… Да, Анна, вижу, да, отправила фото, я понял, спасибо, я пойду на почту, буду знать, что они там лежат, обязательно посмотрим. Значит, из того, что я сейчас сказал, да, давайте мы с вами сделаем… Для нас мы же все-таки о фотографии говорим, у нас же не просто философские вечера, да, мы говорим о всем конкретной области деятельности. Так вот, мы можем констатировать, что у фотографии, у красивой фотографии есть ряд объективных свойств, которые делают ее красивой, правда? Давайте для начала перечислим те параметры, с помощью которых мы, собственно, эту красоту можем создавать, как фотографы. Разумеется, это параметры экспозиции, всем понятно, о чем идет речь, правда? Выдержка, конечно же, да, диафрагма, конечно же, ИСО, который определяется, да, как чувствительность. Ну, мы говорим с вами о цифровой фотографии. В пленочной фотографии, конечно, этот критерий тоже есть, но он не так активно работает, да, но мы же с вами понимаем, что вот эти вот три критерия, которые называются экспо-треугольником, или первые два, которые называются экспо-парой, это то, что самое главное, то, что все фотографы, определяя качество снимка, да, друг другу и сообщают. Когда один фотограф другому говорит, ух ты, крутецкий у тебя снимок получился, как ты его сделал, тот говорит, там, 125 на 5,6, да, и, в общем, понятно, что он имел в виду вот эти вот самые экспо-пару, да, хотя она не все исчерпывает, надо понимать, она не объясняет, что такое красота и не красота, но мы сейчас до этого дойдем. Итак, значит, объективные свойства выдержки, диафрагма, чувствительность, конечно, баланс белого, да, то есть то, что мы считаем белым, желтым, синеватым, мы это можем сознательно нарушать, но мы знаем, что это критерий хорошей фотографии, да, что еще из такого важного и значимого мы с вами можем использовать? Конечно, свойства оптической системы, оптика, правда, широкоугольные объективы, длиннофокусные, всякого рода насадки, фильтры, да, собственно, фокусировка, мы же с вами знаем, что такое красивое боке, например, да, это вот тот рисуночек размытия на заднем плане, который получается, мы же с вами понимаем, что в некоторых случаях глубина резкости должна быть большой, в некоторых случаях, наоборот, очень маленькая, да, когда снимаем портрет, например, да, все знают, ну, многие, во всяком случае, знают, что полтинник, взял со святой силой 1,8, это круто, да, для каждого фотографа, это вот, что называется, must have, да, потому что на нем получаются крутые вещи, и некоторые его называют портретником, что, на мой взгляд, неправильно, потому что портретник, это все-таки объектив с большим, более длинным фокусным расстоянием, на объектив с 50 миллиметров, если снимать портрет, то будет все-таки, особенно крупным планом, будет довольно сильный, скажем, 1,8 цвета силой, 1,8 цвета силой, да, вот, так что вот я вот под этим пунктом подразумеваю вообще фокусировку, да, вот возможности фокусировки, возможности глубины резкости и свойства оптической системы, и, наконец, сюда же, вполне к объективным свойствам можно отнести эффекты съемки и постобработки, ну, например, съемка с проводкой, знаем мы с вами такой эффект, да, съемка с проводкой, это когда мы взглядом провожаем, да, снимаем объект с достаточно длинной выдержкой, у нас все остальное, получается, фон размазанный, да, а объект получается четко. Это эффект съемки, конечно, постобработка, там сделать монохромную фотографию, это постобработка, постобработка, но она, заметьте, не художественная, она не креативная, это мы просто убираем цвет, мы делаем просто фотографии, там резкость, например, повысить, да, то есть какие-то элементарные вещи. Так что я бы так сказал, что к этим же объективным свойствам мы относим вот эти вот эффекты съемки и постобработки. Но смотрите, какая получается история. Сделав, соблюдя вот это все, я думаю, что многие из нас это понимают, делают все эти вещи, но снимки, получается, упорно некрасивыми, да, почему, спрашивается, да, потому что к этому всему существует, как мне кажется, еще одно очень важное субъективное условие. Это все вещи, которые не существуют, вот все, что я сейчас перечислил, это вещи, которые не существуют сами по себе, они не хороши сами по себе, да, снимок сфокусированный, просто, правильно, или снимок с нормальным балансом дел, он некрасив, он никакой, но это просто снимок, да, вон фото на паспорт люди делают, лицо может быть и прекрасное, там девушка какая-нибудь, да, но снимок, ну так себе, да, в этом смысле это не критерий. Что еще бы надо к этому добавить, для того, чтобы, собственно, можно было сказать, снимок красивый или некрасивый, да очень, мне кажется, простую вещь, соответствие замысла. Вдумайтесь, да, то есть все вещи, вот эти вот, да, фокусировка, балансы белого, их можно оценить, как хорошие или нехорошие, только тогда, когда мы понимаем замысел. Вот если мы знаем, что человек хотел передать бренность, бытия, да, тогда там дрожащие руки и отсутствие фокуса и какие-то царапины, да, там и случайный какой-то цвет, мы скажем, да, надо же как тонко, да, передал, вот красиво, интересно у него получилось, да, если это не соответствие замыслу, то мы можем полагаться только на чудо, мы можем говорить, что, ну, повезло вообще, да, вот он проходил мимо, а тут как раз вообще такая красота мимо происходила, то есть либо случайность, да, ну, что мы не рассматриваем, потому что на случайность это как бы, ну, как повезет, да, можно за всю жизнь не повезет, да, либо это соответствие, ясность выражения замысла, вот что мне кажется, очень является важным условием, да, создания, собственно, красивого снимка. Итак, у нас есть ясный выразительный замысел, да, и, собственно, дальше мы начинаем думать о том, как вот этот, собственно, замысел выражать, ну, в конце концов, да, смотрите, ну, хорошо, окей, у нас есть замысел, выдержка, она, как с этим замыслом, что она должна укорачиваться или удлиняться, что с ней должно происходить, да, для получения вот этого самого, да, Елена, вижу, да, хорошо, фотографии для разбора, вижу, отправили. Спасибо. Так вот, собственно, вот эта вот ясность выражения замысла, да, она определенным образом должна как-то быть связана с тем, что мы, да, делаем, с тем, что мы вот эти приемы используем, да, значит, во-первых, давайте мы отметим, что к приемам выразительности относятся те же самые эффекты, та же съемка с проводкой, мы же хотим показать динамику, например, тогда мы сделаем эту съемку с проводкой, мы хотим показать, я не знаю, то же самое, там, не знаю, дрожащий взгляд, мы, соответственно, будем вот так вот вибрировать камеры и сделаем длинную выдержку, да, или мы хотим показать там стремительность какого-то явления процесса, мы сознательно, ну, в общем, понятно, да, то есть мы вот эти эффекты съемки и постобработки, мы их используем не только как технические, но и как творческие процессы, да, но все-таки не это главное, а главное вот что, главное это, во-первых, композиция, опять же, могу поздравить лишний раз Дениса, у которого есть чудесная бумажка, которую он получил полчаса назад, закончив курс практику по композиции, я убежден, что композиция это принципиально, фундаментально важная вещь, которая важна для любого фотографа, неправильная композиция, вот я в течение, Денис не даст соврать, в течение двух дней я убеждал в этом, да, в том, что без композиции мы ничего не можем выразить, да, если мы пытаемся изобразить, бедного маленького пингвинчика, да, у нас занимает огромную центральную площадь кадра, если он весь освещен наслепительными яркими солнечными лучами, то он не получится бедный и маленький, да, для этого, для того, чтобы он получился бедный и маленький, нужно что-то сделать, нужно встать повыше, нужно, чтобы он оказался внизу маленькой такой жалкой точкой, да, нужно что-то еще, то есть, нужны композиционные приемы, то есть, умение управлять пространством, умение кадрирования, вот это вот, собственно, первый и, на мой взгляд, самый важный инструмент для того, чтобы делать действительно красивые выразительные снимки, да, которые будут соответствовать вашей задаче. Второе, что мы с вами должны использовать, конечно, это свет, ну, что там говорить, да, свет для фотографа, свет для оператора, свет для творческого человека, это такой тоже принципиально важный момент, свет бывает мягкий, свет бывает жесткий, да, свет бывает там в низком ключе, в высоком ключе, контровой моделирующий массу видов света, и весь этот свет должен соответствовать замыслу. Я убежден, что так же, как и по законам композиции, точно так же по законам освещенности, у нас каждый вид света соответствует определенному замыслу, определенной идее. Просто не все это понимают, да, понятно, что для этого нужна тренировка, да, опять же, если вы хотите создать определенную атмосферу, там, уединенности, или, например, там, массовости, за счет количества, качества света, это все можно и нужно обязательно делать, использовать. Третье, что мы должны и можем использовать, это, конечно, цвет, да, цвет, вне всякого сомнения, тоже очень важный критерий. Собственно, я бы даже так сказал, цвет или его отсутствие. Многие начинающие фотографы, они пытаются сделать красивую фотографию, убирая цвет, да, делая черно-белую фотку. И правильно, между прочим, это очень такая остроумная идея, очень простая и остроумная идея. Знаете почему? Потому что, потому что, ведь красота и ощущение красивости, опять же, вот так немножко философски говоря, оно же рождается не объективно, как мы уже с вами выяснили, да, как я вам показал, оно абсолютно субъективно. Что такое субъективное ощущение красоты? Этот человек смотрит на картинку, ему кажется, он чувствует, что это красиво, да, объективного критерия красоты нет. Так вот, когда в фотографии отсутствует цвет, ему кажется гораздо больше, чем когда фотография цветная. Опять же, вдумайтесь в эту очень простую мысль, да, когда фотография черно-белая, человек активнее пытается ее представить, да, чего там не хватает, он активнее в нее внедряется. Поэтому черно-белая фотография, это действительно более художественный прием. Я думаю, все понимают, что огромное количество фотографов, всю жизнь, да, занимаясь профессиональной фотографией, они работают именно в черно-белой фотографии. Есть много профессионалов, которые не признают цвет, ну, даже считают, что это попса. В известном смысле это так и есть. Другое дело, что цвет тоже можно использовать, да, как мощный такой художественный, декоративный элемент. Но факт тот, в общем, что художественная фотография и черно-белая фотография, это очень близкие понятия в силу того, что они пытаются из человека вытащить больше его, для вот этой внутренней эмоциональности. И, наконец, помимо композиции света, цвета, есть еще один фактор, который, мне кажется, тоже очень важный, который можно условно назвать текстура. Текстура – это, собственно, та деталировка, которая есть в фотографии. Опять же, представьте себе две фотографии. Например, у вас, вы сфотографировали стекло, бетон, например, здание, да, такие красивые панели, у вас получился такой красивый ритм, да, композиционный, динамический, из таких больших площадей, да, или вы, например, сделали то же самое, но все это, например, увито, там, какими-нибудь мелкими растениями, плещом потресканная, видна текстура камня, да, то есть, вот, текстура, то есть, деталировка изображения. Вспомните красивые, опять же, вот уже просто без всяких, что называется, дураков, портреты, да, там, красивое лицо, например, красивый, там, женский портрет. Это, как правило, текстура, она там должна быть, да, кожа. Я уверен, что каждый, кто рассматривал портреты таких, ну, начинающих, или вообще где-то, вот, кто ходит по сайтам, смотрит, наверняка видели портреты красивых женщин, но сделаны некрасиво. Это вот начинающие ретушеры, кто фотошопом еще не очень хорошо владеет, они любят, знаете, что называется, зафотошопить, да, кожа получается такая глянцевая пластмасса, это некрасиво, это создает ощущение отторжения, то есть, надо обращать внимание на эту вот мелкую текстуру, или, собственно, даже, что там говорить, там, например, фокус точно не попали, да, вроде бы, такое тоже бывает, вот на курсах у меня по фотографии, на первом уровне, такое случается, да, начинающие, они просто не могут за всем следить, поэтому, а у них получился, например, какая-нибудь красивая птичка, там, голубь, он говорит, ой, смотрите, какой у меня голубь получился, я приближаю к фотографии, приближаюсь, смотрю и говорю, слушайте, ну, он же не фокус, он говорит, да какая разница, смотрите, как крылышками клево делает, да, то есть, начинающие, он просто этих вещей не видит, а это лишает фотографию, собственно, ощущения красоты, да, ощущения вот этой вот замечательной, ее драматической выразительности, вот что, да, что мы с вами можем использовать, да, для того, чтобы получились хорошие снимки, и таким образом, если мы говорим про фотографию, а мы по-прежнему же говорим именно про нее, значит, с точки зрения фотографии, красиво получается, да, это с помощью вот тех приемов, которые я только что перечислил, да, это соответствие некоторым представлениям, да, некоторые группы, вот давайте дальше теперь вдумаемся, то есть, то есть, я сейчас перечислил некоторые приемы, некоторые принципы, по которым мы можем создавать красивые фотографии, но опять же, возвращаясь к началу, смотрите, вы сделали красивую фотографию, для кого она красивая, да, для вас или для окружающих людей, вот что очень важно, да, если для вас, так и спору нет, но другое дело, что часто так бывает, что нам фотография кажется красивой, мы ее показываем окружающим, они этого не ценят, да, выкладываем там какие-нибудь форумы, да, где люди обмениваются фотографиями, они смотрят, и они не понимают, что в ней красиво, это то, что я вам говорил, так что же значит, да, красивая фотография, вот, если говорить так вот правильно, да, формулируя вот это вот все, значит, мне кажется, что первый критерий для того, чтобы люди сказали, да, что фотография действительно красива, это, собственно, попасть в ту группу людей, которая разделяет ваши представления, то есть попадание в свою группу, вы сторонник, вы любитель старинного, например, автотранспорта, да, и понятно, что если вы сделаете фотографию старого, облезлого такого Редвана, да, какого-нибудь там с натуральной текстурой кожи, с такими полупотрескивавшими стеклами, с обвалившейся краской, ваши любители, да, у старых автомобилей скажут, какая красивая фотография, какая вкусная фотография, такая сочная, ну, это действительно будет так, но для этой группы все остальные этого не увидят, то есть, соответственно, если вы хотите сделать красивую фотографию про любовь, например, то, соответственно, вы должны попасть, согласитесь, в группу тех людей, которые любовь понимают так же, как и вы, вот что очень важно, да, то есть попадание в свою группу, для вот соответствия, то есть узнавания вот этой группы, вас и вы, собственно, понимаете, да, что кто является вашей группой, вот является первым условием, собственно, красивой фотографии, да, я предупреждал, что это звучит все немножко, может быть, философски, немножко абстрактно. Но если вы вдумаетесь, мне кажется, то тут вполне можно вывести довольно четкие соображения. Просто смотрите на свою фотографию и спросите себя. Те люди, для которых это снято, поймут, собственно, что имеется в виду? Те люди, которым это интересно, они смогут оценить эту фотографию? Если они смогут, тогда, собственно, задайте себе второй вопрос. Велика ли эта группа? Понятно, что девочки, понятно, что и мальчики тоже свои фотографии какие-то делают. Но девочки, которые, например, первая, что называется, попавшаяся фотография, это вот эти ногти, знаете, такие, делают там какие-то лак на себе, рисуют, да, и выкладывают там в Инстаграм, например. Выкладывают и говорят, смотрите, какая красивая фотка. Ну, конечно, она красивая для тех, кто вот, да, я ее же в метро вижу, как девушки вот это вот листают. Ну, в общем, это понятно, что такое тишто девичье развлечение, да. Ну, им это кажется красивым, но надо быть готовым к тому, что эта красота будет оценена только этой группой. Хотите всемирной славы, значит, надо брать всемирный сюжет и раскрывать его на всемирном уровне, да, потому что иначе это не ваша группа, вас просто не поймут. То есть это первое. А второе, что нужно, нужно не просто попасть в эту группу, да. Люди должны узнать те образы, которые вы используете, да. То есть те примеры, да, если, ну, грубо говоря, да, в вашей группе, в вашей социальной группе, там, солнышко является символом света, радости, там, и счастья, да. А для астрономов, например, она таковым не является. Поэтому для астрономов это просто инструмент, да, объект изучения. То есть я просто к тому, что говорить надо на том языке, на котором говорит та группа. Если вы хотите передать ощущение, опять же, радости и счастья с помощью, например, бабочек, что там еще, уточек плавающих, которые, голубей, которые там на крыше целуются и что-нибудь еще, и какие-то, ну, купидончиков, например, то нужно понимать, что это определенные группы, которые именно так понимают любовь, как нечто такое слащавое, да, такое мусипусечное и мимимишное, да. Даже не мимишное, ну, мишек там у них свои какие-то, да, вот представления. То есть надо вот понимать, что надо говорить на языке этой группы, надо, чтобы они, все образы, которые вы используете, да, этой группой понимались. То есть второй критерий – это узнавание группы этого образного ряда. И третий, на самом деле, есть критерий, чтобы было все красиво, чтобы все обалдели от того, как все здорово. Нужно, чтобы люди воспринимали ту эмоцию и воспроизводили правильно тот посыл, который вы им даете. Потому что если вы хотите создать красивую фотографию на тему трагизма жизни, такое можно сделать, почему бы и нет, никто не говорит, что она должна быть обязательно веселая и позитивная, то, соответственно, эту эмоцию, этого трагизма жизни люди должны быть готовы воспринять. Понимаете? Потому что если вы, например, опять же, пытаетесь создать красивую фотографию, например, там, с мрачными облаками, с какими-нибудь, знаете, молниями, да, я не знаю, там, с полем, усыпанным крестами, в какой-нибудь аудитории, например, я не знаю, там, мамочек, например, да, в интернет-сообществе, вас не оценят. Ну, просто не поймут. Даже если вы, да, сама вроде бы из этой группы, вы просто будете делать такой посыл, который эта группа скажет, что это некрасиво, нам это не нравится. То есть вам нужна желательная эмоция, то есть то, что люди хотят почувствовать. Люди в основном хотят чувствовать позитивные ощущения. Люди почему просиживают огромное количество времени, рассматривая всякие нелепые посты, всякие глупости в Фейсбуке. Почему мы за этим временем проводим очень много времени, да, без преувеличения скажу? Да потому что нам нужны позитивные эмоции, потому что мы любим сидеть так и улыбаться, смотреть, там, о, смешно, о, там, тортом в физиономе, опа, еще что-то такое смешное. Потому что мы хотим улыбаться, да, и вот это вот, собственно, улыбание, вот этот вот позитивный настрой, это, собственно, то, что создает основу для красивой, собственно, фотографии. Да, вот это вот создание желательной эмоции. И вот, собственно, вот вам рецепт простой счастья, да. Да, соблюли вот эти вот три вещи, и у вас получилась хорошая и красивая фотография. Красивая, но не прекрасная еще. А что же такое прекрасная или очень красивая? На самом деле, для того, чтобы фотография была прекрасной, должны быть, во-первых, все те же самые условия соблюдены. То есть тут нет в этом смысле ничего нового. Попадать в свою группу необходимо в любом случае, да, это не только фотографу, автору, киношнику, литератору, да, ну, какой смысл писать для тех людей, которые просто вас не понимают, да. Может быть, художникам, которые пишут в стол, и которые там через сто лет опубликуются. Но наше счастье-то не в этом, а счастье в том, чтобы нас понимали, да, чтобы наши работы, в конце концов, извините за прямоту, покупали, да, чтобы говорили, ух ты, круто. Да, значит, соответственно, попадать в свою группу надо. Узнавать, чтобы вас узнавали, да, вот эти вот ваши образы, тоже надо, да, это тоже очень важно. И эмоции тоже создавать надо, это тоже такая очень важная, вещь, но великая, хорошая, прекрасная работа, она будет отличаться еще, как мне кажется, двумя важными свойствами. Во-первых, это будет точное узнавание. То есть не просто примерно, да, а человек вот точно, что называется, с первого взгляда, знаете, как любовь, да, вот ты посмотрел, и вот прям в сердце тебя раз, и оно прям пронзило, оно прям вот зацепило, и очень точно, четко и однозначно стало понятно, что это за эмоции, да, что человек выражает, да, и вот, собственно, чем выражает, и что здесь главное, что второсепенное. То есть ясность мышления, да, я не помню, кто из древнеримских авторов писал такую, написал такую очень верную фразу, что прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить. И это такая банальность, конечно, но она правда, она очень важна, понимаете. То есть если хотите сделать хорошую, красивую фотку, сначала нужно очень ясно понимать, что ты хочешь, собственно, сделать. Опять же, повторю, вопрос, связанный со случайностью, да, и с шансом, когда вот просто оно само получилось, мы не рассматриваем, да. Если ты сознательно хочешь делать что-то красивое, тем более прекрасное, надо очень четко и ясно мыслить, надо в голове выстраивать то, что ты хочешь. Поэтому, значит, вот эта вот точность понимания, это одна, да, очень важная черта, которая выделяет сразу прекрасную фотографию, то, что все прям смотрят и готовы аплодировать. А вторая вещь тоже очень, мне кажется, простая и тоже очень ясная. Это масштабность. Масштабность, величие замысла, понимаете. Если вы создаете фотографию про, не знаю, про голубей, про уточек, про комариков, может быть великая фотография про комариков, но она должна быть от такого невероятного качества, что каждому будет интересно на нее смотреть. В этом смысле есть вещи, на которые людям гораздо приятнее любоваться, да, которые им гораздо приятнее. Понятно, что это эмоции, это чувство, это любовь, это радость, такое ощущение, да, там, жизни, смертные, то есть глобальные какие-то вещи, что довольно непросто в жизни получается. И, тем не менее, вот эта вот масштабность, да, является очень важным критерием. Вот, собственно, на что я хотел бы обратить ваше внимание и какие простые, в общем, рецепты вам дать. А теперь мы, собственно, сможем, можем с вами посмотреть те чудесные работки, которые... Масштабность – это количество людей, объектов на фотографиях или что-то. Охват аудитории. А, аудитории именно... В человеческом, в философском смысле. Которая фотография тебе нравится, то есть в какой аудитории? Нет, Денис, понимаешь, одно дело, если мы сделали фотографию, которую может оценить Иван Петрович, зять, деверь и еще два человека, они скажут, о, прекрасная фотография, потому что на ней изображен Иван Петрович, как он дает в глаз деверью в тот момент, когда, значит, они делят классную рыбу, которую они поймали, я говорю, знаешь, как красиво он ему засветил, да? А все остальные смотрят и думают, дураки дураками, понимаешь? Так вот, собственно, охват аудитории – это чем больше людей однозначно и адекватно поймут точно, да, то, что ты, собственно, хотел выразить. Вот что здесь важно. Вот, так, я иду на почту, я уже почти пришел на почту. Елена и Анна, сейчас мы туда доберемся. Да, брюки превращаются, мы уже почти на месте. У меня просто два монитора, поэтому на одном видно, а на втором не видно. Так, вот я уже здесь, я уже на месте. Вижу от Анны Баркова винар, разбор, работ. Ага. Вот, Анна пишет, фуд-фотография, занимается выпечкой, и очень интересно, это здорово. Сама фотографирует для размещения в группе ВКонтакте. Ну и замечательно. Значит, вот есть три небольшие фоточки. Давайте посмотрим. Аня, вам как, так вот поядренней, пожестче, или так попроще, погуманней? Как вам больше нравится? Пожестче, говорит Анна. Ну хорошо, Анна, берегитесь. Ань, значит, вот что с этой фотографией нехорошо. Знаете, давайте свет здесь тоже выключить, чтобы вы тоже могли смотреть. Правильно, нам вообще плохо видно. Очень темно. Вот так, смотрите. Нет, 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 очень темно. Очень темно. Но они, фотографии действительно, да, ну тут, как и есть, ну тут такая цветопередача, она действительно темноватая фотография. Ань, значит, смотрите. Во-первых, нет фокуса. Давайте начнем с этого. Самых простых таких буквальных вещей. Оно не в фокусе. Да, оно мало того, что оно не в фокусе, оно еще и снято, поскольку темно было, да, с длинной выдержкой. Оно чуть-чуть мазнулось. Очень незначительно, но она мазнутая фотография. Поэтому качество не очень хорошее, прямо скажем. Во-вторых, свет. Свет здесь такой достаточно мягкий, боковой, поэтому он не передает текстуры. Здесь нужен был бы использовать более жесткий свет для того, чтобы качество вот этих шоколадов... Они красивые, на самом деле, объекты с этими семечками. И они должны прям играть, знаете, вот прям семечка к семечке, что называется, должно получаться. Здесь фокус еще промахнулся, он туда вот на задний план ушел. И они на фоне вот этого светлого объекта, они смотрятся достаточно плохо. Они смотрятся достаточно такими темными, некрасивыми массами. Кроме того, это уже дальше субъективно, это все мои личные впечатления. Фиолетовый вот этот вот цвет фона, он цвет не пищевой. Поэтому он создает ощущение такой вот... Ну, фиолетово-синеватости. Это скорее цвет, ну, такой, в общем, несъедобный. Понимаете, он не создает приятного ощущения шоколадности, да, вот этой такой вот мягкой выразительности. В общем, свет надо ставить аккуратнее, да, фокусироваться это само собой. Да, ну, по композиции тоже, в общем, оно достаточно случайно. То есть то, что здесь вот краешек, да, зарезанный, это тоже, конечно, не очень хорошо. Я понимаю вот эту вот попытку сделать немножко такую, как бы диагональную композицию кадра, да, но этого недостаточно для того, чтобы получалась хорошая выразительная фотография. В общем, нужно намного больше света. Свет нужно ставить аккуратнее. Свет должен давать вот здесь красивые блики, да, и рефлексы, чтобы это прям вот все, текстура вся отчетливо читалась, да, и чтобы читался объем. Потому что, например, вот этот белый, вот если его вот приблизить, да, вот на него вот так вот посмотреть, бог с ним с фокусировкой. Вот смотрите, вот сейчас даже непонятно вообще, с какой стороны он освещен, понимаете. Он одинаково серый со всех сторон, что нехорошо. Это же такие цилиндрические классные предметики, да, они должны очень четко читаться. Виталий Ильич, а фон должен какой? Свет должен быть красный? Фон теплый должен быть. Он должен быть такой натуральный, ну, скажем, натуральный дерево. Это часто достаточно используется. В этом смысле вот эта вот формочка такого мягкого света, она неплоха, но должна быть потемнее. Потому что все три объекта очень темные, понимаешь, на фоне вот этих светлых вещей они смотрятся черными просто, да. Еще и там экспозиция немножечко, да, вот такая среднеарифметическая, конечно, получилась, поэтому все такое темновато. Вот еще одна картинка. Вот это уже получше, безусловно. Да, оно посветлее. Здесь уже появилась вот, собственно, игра света. Я не думаю, что это, честно говоря, что это такой специально сделанный свет. Это, я думаю, свет дневной, довольно такой, да, естественный, что называется. Но, во всяком случае, это уже лучше. Опять же, здесь проблемы с фокусировкой. Я думаю, что вы снимаете, ну, если, не знаю, на телефон или на какой-то простой, чем фотоаппарат, здесь явно совершенно у вас очень неточная фокусировка, что очень сильно разрушает качество фотографии. С композиционной точки зрения не могу не отметить, что вот эта вот верхняя часть, она очень сильно доминирует, она давлеет, она создает такое ощущение, что она... А, она мыльница. Ну, к сожалению, надо, по-моему, обзаводиться, главное, если есть энтузиазм и желание, надо обзаводиться более серьезной техникой. Потом, чисто композиционно, я не могу не отметить вот что, то, что, смотрите, здесь вот есть некий объект, да, вот его край здесь проходит, глаз по нему скользит. И этот край, он соприкасается вот здесь с этим краешком, да, здесь еще вот с этим краешком, и невольно наше внимание, понимаете, не на это сосредоточено, а вот на вот эту вот как бы линию, которая к делу не имеет вообще никакого отношения, понимаете, поэтому оно уводит наше внимание от того, что значимо. А значимо, видите, оно оказывается здесь обрезано как-то, ну, то есть, в общем, точнее нужно кадрировать, да, и это еще вот ловить по расположению. Третья еще фотография у нас есть. Ань, тоже много, понимаете, второстепенных деталей. Я понимаю, что вам хочется передать это все вот в ощущение, ну, как бы использование, правда, чтобы это все на столе лежало, чтобы это было симпатично, но вот эти вот много, смотрите, в черноту уходящих деталей, в неясную темноту, да, это не очень хорошо, конечно, это не очень правильно. И зато вот к вопросу о том, что я говорил по поводу света. Вот сейчас свет на них падает неплохо. Видите, здесь светлая, здесь сторона, здесь темная, вот это вот здесь, по крайней мере, неплохо. Если бы не было всего остального, оно было бы вообще замечательно. Тарелочка неплохо подобрана вот по характеру. Больше света нужно, да, чтобы они все отражались, играли, потому что вот эти вот провалы в темноту, это нехорошо. Видно, что вещи классные, это кокосовая стружка, да? Черт, я прямо слюнями начал заливаться. Ну, люблю, потому что сладкое, люблю кокосы. Но, да, вот это я ее узнал. Но, в общем, из них надо вытягивать больше, а главное, вам совет, если вы хотите действительно хороших фотографий, обзаводитесь более мощным светом, да, и обзаводитесь более качественной оптикой, потому что они съедают половину качества. Понимаете, это вот как раз то, что я говорил про текстуру. В фуд-фотографии огромное значение имеет качество поверхности, да? Это же не просто стеклобетон, а мы же с вами всю еду-то рассматриваем со расстояния вытянутой руки, да, прямо перед носом. И поэтому вся вот эта текстура, она должна просто играть. Понимаете, вот каждый вот там пузырек в чашечке, каждая вот соринка, ну, в смысле этот, каковинка, и каждая кокосинка, они все должны просто вот читаться прям идеально четко, это очень такая важная часть работы. А для того, чтобы они читались четко, я вам поясню, почему я сказал, что нужен свет и камера, чтобы они читались четко, значит, надо, соответственно, закрывать достаточно сильно диафрагму. А чтобы закрывать достаточно сильно диафрагму, нужно, значит, большое количество света, правильно? Иначе все будет получаться так себе. Вот Елена еще прислала мне фоточки две, вот одна фоточка, сейчас мы ее посмотрим. Она повернулась коварно в сторону. Такая фоточка. Лен, неплохая фотография, композиционная, во всяком случае, она интересна, хороший подмечен момент. Здесь все очень мило, все очень складно, и действительно, вот это выразительное такое дерево, и вот эти вот такие досложные дороги, красиво перекатывающиеся. Очень неплохо, что здесь есть передний план, который это подчеркивает. Но, тем не менее, я кое-что должен вам сказать. Смотрите. Вот эта вот дорога, уходящая туда наверх, она в данном случае смотрится как вертикальная линия, что скрадывает ее пространственные особенности, понимаете. То есть она, очевидно, тоже является, да, ну, как-то по косогору взбирается. То есть я бы, может быть, немножко снял ее со стороны. Опять же, смотрите, понимаете, если бы мы это снимали для общества любителей, как называется, не стрейтрейсинг, да, а кросс этого самого авто-мото-кросса, они бы сказали, ух ты, классная фотография, в таком месте я бы покатался, красивая фотка. Понимаете, если мы делаем просто такой некий пейзаж, да, где у нас сложные такие раздолбанные дороги, где такой вот взъезд, да, такой пригорок, то мне кажется, вот нехорошо здесь это видно. Но я могу подсказать вам еще один прием. Я понимаю, что такие, то есть советы хорошо давать, если там надолго приехал, очень часто я понимаю, что фотографии делаются там, ну, проезжал, грубо говоря, мимо, проходил мимо и сфоткал, да. Так вот, я понимаю, что так бывает, но тем не менее. Просто вам, что называется, в копилку вашего опыта. Понимаете, если бы мы эту же фотографию снимали часа через 2-3, час 4, может быть, да, то, глядишь, она смотрелась бы лучше. Почему? Потому что солнце переместилось бы вон туда подальше, понимаете, и здесь легли бы такие более темные, более насыщенные тени. Если бы еще свет был не такой яркий, а солнышко спряталось бы за облачком, оно бы не давало такого высокого контраста, и вот эта выразительность, да, вот этой крутой его подъема, она бы прочиталась лучше. Потому что сейчас свет, понимаете, он плоский. Да, он просто всю вот эту нижнюю часть заливает, и о том, откуда вообще светит, можно судить только вот по этой глухой, такой насыщенной очень тени, и вот по тени на дерево, понимаете. Этого мало. То есть композиционно все неплохо, да, хорошо подмечено, но вот по структуре изображения, по рисунку, оно немножечко проигрывает, на мой взгляд. И вот еще одна фотография того же автора. Ну, как сказать, это милая фотография, это тоже такая этапная фотография для многих фотографов. Пусть, что называется, бросит в меня камень тот фотограф, который никогда в жизни на определенном этапе не снимал цветочки и умилительных бабочек. Правда, это нормально. За первые пять лет практики у каждого фотографа образуется куча такого рода фотографий. Это абсолютно нормально. Мы с вами должны понимать, опять же, да, Лен, что эта фотография, если уж мы привлекаем внимание, да, и говорим, посмотрите, какой прекрасный макромир, да, вот с этими чудесными вещами, это должно быть вот то же самое, что я говорил Аня, да, это должно быть идеальное качество, это должно быть, понимаете, вот возможность полюбоваться вот каждой вот этой вот штуковиной. Но пока этого нету, это просто действительно милая фотография. Она неплохая, совершенно неплохая, да, но в ней нету вот того, что из нее сделало бы, ну, что называется, произведение искусства. В ней нету эксклюзива ни с точки зрения композиционного, да, ни с точки зрения невероятного какого-то качества, ни с точки зрения момента. Но это, еще раз повторю, это не значит, что это плохая фотография на определенном этапе, но таких надо тренироваться, таких реально надо сделать 150 штук, да, для того, чтобы потом, когда ты уже стал там опытным человеком, 151 фотографию ты сделаешь обалденной, ты, главное, будешь понимать, чем обалденная, отличается от не обалденного. Это, в общем, не обалденная, но такая нормальная, добротная фотография. А за счет какой оптики делать вот эту текстуру бабочки, то есть, именно что у нас в аппарате макрообъектив нужен. Это, да, Денис, это хороший объектив, тысяч за 60. Фулл фрейм. И фулл фрейм матрица. Фулл фрейм матрица, естественно, да. Хорошо прикрытая диафрагма, соответственно, светосильная, чтобы была вот эта крупная матрица. Хороший свет. Здесь еще бы не помешало с левой стороны отражатель, потому что, ну, или в раве это надо снимать, чтобы можно было вытянуть вот эту вот темноватую сторону, да. Но тут надо еще, конечно, относительно свет, чтобы красиво это все расположилось. И все получится, и все будет отлично. Вот, Денис, все дела. Вот, друзья, вот такая история. Вот, что, собственно, я вам хотел рассказать, и вот какие работки хотел вам показать. Спасибо за присланные работы, спасибо за внимание. Обратите, пожалуйста, внимание, что в понедельник, да, у меня будет курс по «Пойдем гулять по Москве». Если, может быть, кто-то присоединится. Денис, ты еще не надумал? А, у тебя работа. С моделями, давайте. А, с моделями, да. С моделями, кстати, тоже можно будет приходить пофотографировать. У нас тоже такая будет возможность. Не все сразу. Да, 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 не все сразу. Также обращаю внимание, что курс 27-го стартует мая по фото, первый уровень для тех, кто хочет развиваться. Ну, вот. Ну, а снова рисунок там в дальнейшем. Ну, и так далее. Много всяких разных других курсов. Друзья, в общем, всегда рад помочь, проконсультировать, пообщаться на захватывающие темы. Конечно, желаю вам прекрасных снимочков. Вот. На здоровье. Диана отправила мне еще две фоточки. Давайте посмотрим, что мне отправила Диана. Такое часто бывает. Если сейчас они, Диан, прямо придут, мы с вами прямо сейчас и посмотрим. Они, наверное, большие. Чего-то они не приходят. Нет, не идут. Что-то письма. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот, Диан, надо было их, конечно, пораньше отправлять, потому что сейчас уже поздновато. Диан, ну, знаете, давайте так, если они ко мне придут, таки я вам обязательно что-нибудь отпишу по этому поводу, да. А так, в общем, будем считать, что мы на сегодня тогда остановимся. Хорошо? А вы книги не пишете? Раньше писал, в последнее время перестал. У вас есть книги, да, которые вы написали? Есть книги, ну, да. Ну, Диан, тогда, собственно, творческих успехов вам. Пожалуйста, обращайтесь, приходите вот на курсы по фотографии, первый уровень. Или, собственно, я от души могу порекомендовать в понедельник пойти с нами погулять. Еще там есть возможность записаться. Вот, если будете записываться, прозвоните в наш центр учебный и прямо вам это соединят. Все.